Всем привет! Сегодня готовим хрустики по-ленивому, пышки, как хотите, так это и называйте. Но они разлетаются на ура! Для этого нам понадобится сода, стаканчик кефира, простокваши, сыворотки. Ну что у вас есть? Соль, сахар и мука. Что мы делаем первое? Наливаем стаканчик в мисочку, стаканчик молочка простокваши. Добавляем сюда пол чайной ложки соды. Вот так вот. Не гасим ничего, оно само в кефирчике погасится. Ждем минуточку. Ждем минуточку. Вот видите, какая красота, процесс пошел. Сода погасилась в кефире. Кефир у меня домашний, свой. Я купила молочко и закислила. Получился кефирчик. Сюда же мы добавляем 2 столовые ложки сахара. С горкой так хорошо. А если вы любите... Вот я еще одну положу. Вот так. Если вы любите очень сладкие. У меня внучка любит сладкое, поэтому я добавляю. А для себя, когда я делаю, положу 2 ложечки сахара. И этого достаточно. И добавляем вот так вот на кончике чайной ложечки соли. И размешиваем все хорошо. Вот это вот все ингредиенты, кроме муки. Очень простое тесто. У каждой хозяйки оно получится. И замешиваем тесто. Муки я не знаю, сколько оно возьмет, чтобы тесточка была мягенькая. Так вот опускаем сначала 3 ложечки муки. И хорошенько размешиваем. Вот так вот. Видите, какое тесточка хорошее получается. Быстро месяц. Тесточка мы замесим. Оно должно быть мягеньким такое. К рукам не липнет. Видите, как хорошо. Быстренько, мягенькое вот такое вот оно становится. И добавляем еще муки. Мука у меня уже просеянная. Я ее подготовила заранее. Сильно много муки не слипте сразу. Муку добавляйте постепенно. Вот у меня уже такой консистенции тесточка. Уже можно вываливать его на стол и замешивать дальше. Вот видите, оно само сгруппировалось в комочек. Сейчас мы его будем вываливать на стол и замешивать дальше. Я немножко посыплю стол мукой. Мы находимся на даче, поэтому я вымешивать буду прямо на столе на улице. Вот так замешиваем тесто. И так продолжаем замешивать, пока тесточка не вберет муку, не станет мягеньким, не будет готова к выпечке. Тесто промесила вот так вот пару минуточек. И видите, наше тесточка уже готово. Мы его помещаем в чашу. И следующий этап ждем 20-30 минут. Тесточка накрываем обязательно. Вот я его укрываю. И оно у меня так простоит 30 минут. Ждем. Тесто наше уже подошло. Оно простояло 30 минут. Посмотрите, какое оно мягенькое уже. Видите? Красота. Теперь приступаем к формированию наших хрустиков. Стол немножко припудриваем мукой. Берем часть тесточка. И сегодня у меня нет качалки с собой. Но я как-то выкручусь. Я вам покажу без качалки. Ручками аккуратненько. А вы раскатываете. А я ручками. Вот так растягиваю наше тесточко. Вот это тесточко уже готово для того, чтобы из него формировать хрустики. Ножичком разрезаю. Тесто должно быть толстенькое. Вот видите, какое оно. Делаю дырочку в серединке. И вот так вот. И такими движениями растягиваем. Вот наш первый хрустик готов. Это тесточко разрезаем пополам еще. Берем дырочки. Вот так вот. Растягиваем наше тесточко. Вот три хрустика наших уже готовы. Мы сформировали хрустики. И сейчас будем их жарить. Наливаем где-то приблизительно масло. Грамм 180 в сковородочку. Вот так, чтобы наши хрустики хорошенько прожарились. Ждем, чтобы масло хорошо накалилось. И только тогда выкладываем на сковородку наши хрустики. Выкладываем на сковородку хрустики. И накрываем их крышкой. Жарим с каждой стороны до тех пор, пока не появится золотистая корочка. Наши хрустики уже поджарились на одной стороне. Переворачиваем. Пахнут обалдеть. Хрустики наши уже поджарились. И мы выкружаем их. Я их выкружаю вот на такую, на бумажное полотенечко. Для того, чтобы немножко впитало масло. Хрустики, конечно, у меня не такие получились, как на газу. Ну, вот какие получились. А у вас, конечно, они получатся гораздо пышнее, красивее. А готовые хрустики я посыпаю вот так вот сахарной пудрой. Пока они тепленькие, но еще не холодные. Вот так вот. Чтобы они аппетитнее выглядели и послаже. Потому что внучка в ней любит сладкую. Посыпай. И вот этот. И вот этот посыпай. Молодец. Пизяночка. Погружаем следующую партию в сковородку. Сковородка у нас накалилась. И вот так вот накрываем крышечкой и ждем. Переворачиваем нашу вторую партию хрустиков. Видите, как поднялись хорошо. А у вас на газоне поднимутся еще лучше. Будут намного пушистее. Настоящие пышки будут. Вот я закончила жарить наши хрустики. Они уже готовы. И я надеюсь, что всей вашей семье и вам очень понравятся эти хрустики. Хрустики, пышки, как хотите их, так и называйте. Обязательно попробуйте приготовить их. И я думаю, что вы останетесь довольны этим рецептом. Очень скромный рецепт. Очень всего мало нужно. Очень быстро готовится. Вот посмотрите, сколько много их получилось. Я вам хочу разломить и показать, какой хрустик в серединке. Вот какой он получается пористый. Тесто вышло хорошее. Очень вкусный. Вкус 90-х. На этом я заканчиваю. До новых встреч. Жмите на колокольчик. Подписывайтесь на мой канал. До свидания. До новых встреч. Мира и крепкого здоровья всем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...